Субтитры сделал DimaTorzok Начну я с парочки уже выкинутых HQD, просто скажу о них своё мнение. Для меня они слишком крепкие, потому что в них содержится 5% никотина, а 5% никотина я не курю. Лично для меня в них очень мало вкуса. Если вам нравятся HQD-шки, пишите об этом в комментариях. Далее, я хочу вам рассказать о двух вот таких вот фумках. Я пробовала фумки в больших вариантах, они очень разнятся с этим вариантом. Также фумки в средних вариантах, они разнятся и с большим, и со средним размером, даже одинаковые вкусы, потому что, например, ментол в средних, он более мягкий, чем ментол в больших электронках. И это прям очень интересный нюанс, потому что если вы хотите покурить что-то мягкое, похожее на жвачку, то лучше берите среднюю электроночку. Если вы хотите, чтобы драло горло, лучше берите большую электроночку. Не все знают, но в этих электронках остается остаточное, так сказать, электричество, которое через некоторое время после того, как они сели, позволяет их еще немножко покурить. Буквально там одну-две затяжки. И вот эта электронка, честно говоря, мне не очень понравилась, тут сейчас почти не осталось вкуса, но она, как вы можете заметить, с красным вином. Красное вино тут похоже больше на пакетиковую Изабеллу, которую вы наливали там с родаками в деревне, в стаканчик втихаря и выпивали, потому что в этой Изабелле они мариновали мясо. Вот лично у меня такие ассоциации, потому что у меня такое было. Далее, вот эту электроночку с мангу-личи я покупала, когда забыла дома две электронки своих больших на своем новом месте работы. И она мне тоже не понравилась, потому что я не могу сказать, почему. Просто мне не нравится этот сладкий вкус. Видимо, это личи. Личи не всем нравится. Кому-то нравится, да, кому-то нет. Я, видимо, из тех людей, кому личи совершенно не нравится. Хотя вот сейчас я курю на остаточном электричестве, и вкус довольно приятный. А, кстати, у меня еще осталась одна ваша кюдишка вот такая вот с конфетками. И в ней, по-моему, 5 тысяч, то ли 5, то ли 6 тысяч затяг. Но она уже прогорела, стала не такой вкусной. Вот оно было вкусное, да. Но, опять же, 5% никотина, ребята, у меня от него просто сносит крышу. Далее мы переходим, да, к гигантам рынка, к таким большим производителям. И это эльввары. Я их курила довольно много. Довольно много. Разные вкусы. И это лишь маленькая часть того, что у меня осталось. Типа вот это вот и вот это. Маленькие объемчики. Это вот эти вот. Две красиво украшенные электроночки с розовым лимонадом и тортом красный бархат. Красный бархат мне понравился просто. Он такой вкусный был. Хотя сейчас он прогорел, отдает немножко в кофе, но все равно чувствуется вот эта вот бархатная сладость. Прекрасная бархатная сладость. Если вы видите красный бархат, обязательно его возьмите, если вы его не пробовали, потому что это нечто. Далее у нас розовый лимонад. Розовый лимонад тоже у нас уже прогоревший. Он был довольно-таки сладким. И, честно говоря, я его хотела поскорее прокурить, потому что хотелось уже что-то новое попробовать. Хотя на первых порах я его курила просто не переставая. И потом у нас идет стравбери-банана. Это банан и клубника. Но это была яркая клубника с нотами банана, которые были довольно вкусными и не совсем химозными. То есть какая-то химка все-таки в них присутствовала, но они были более-менее натуральными. Потом неон район. Неон район я тут не могу описать вкус, потому что, по сути, это закос под какой-то напиток. Неоновый дождь непонятно, правда. Даже сейчас мне непонятен этот вкус. Хотя он уже с прогоревшими нотами. Но, честно говоря, я бы его больше не взяла никогда. Абсолютно никогда. Он был для меня лично невкусным. Но что-то курить надо было. И, по-моему, это оставалась последняя электронка из тех, которые я не попробовала. Энергетический напиток с виноградом. Обожаю виноград. Курила его и просто наслаждалась. Его бы я сейчас тоже замечательно бы покурила. Но... Ой. Какой же он вкусный. Правда. Но, к сожалению, я сейчас ушла от эльфбара на, во-первых, поды. Во-вторых, другие, более вкусные электронки с хорошими испарителями. Которые позволяют ощутить натуральный вкус гораздо ярче. Может быть, вы не знали. Но есть такие электронки. И я их могу показать в следующих видео. Когда у меня тоже накопится достаточное количество скуренных электронок. Далее у нас идёт эльфбар на 4 тысячи и на 3 тысячи. Вот. На 3 тысячи я его уже разбирала. Разбирала для того, чтобы посмотреть, что там внутри. И, собственно говоря, поэтому я его оставила. Потому что там есть аккумулятор. Который я хочу вынуть. И забрать себе. Это Трипли Меллоун. Он с дыней. Но дыня очень химозная. То есть это не та дыня, которая может остаться с вами на каждый день. В конце видео я вам покажу, как она открывается. И мы достанем из него аккумулятор. И даже, возможно, вот эту штучку. Которую можно будет приладить к чему-нибудь другому. Что-нибудь другое собрать. И сделать девайс поинтереснее. Эльфбар на 4 тысячи. Здесь у нас Гренбри и виноград. Она тоже всё прогоревшая. Но он был мыльный. Но, в принципе, терпимо. Его мы тоже разберём. Потому что почему нет. Далее мы переходим к дочерней фирме. Дочерняя фирма Эльфбара. Это Ласт Мэри. Не знаю, выпускаются они ещё или нет. Просто в наш магазин их перестали уже завозить. Это у нас черри печь лимонад. То есть вишня, персик, лимонад. Я не знаю, почему я взяла такой вкус. Этот я точно разбирала уже. Мне просто хотелось тогда, по-моему, фруктового чего-то. Тоже разбирала. Потому что мне продавец сказал, что можно разобрать его, если он прогорел. Но там жижа осталась. Потому что в электронках всегда остаётся жижа. Даже если у вас прогорает испаритель. И типа его можно промыть как-то. Вставить обратно и курить дальше, пока жижа не кончится. Но для меня это оказалось слишком сложно. Мне проще не заморачиваться и покупать просто новые электронки. Тут довольно мягкий вкус фруктов. Очень ярко чувствуется персик. Очень ярко чувствуется вишня. Причём вишенка такая сладенькая, такая приятная, насыщенная. И его бы я взяла ещё раз. Это прям точно. Также здесь есть дырочки, отверстия, да, в которые вы можете продеть какую-нибудь ниточку или какой-нибудь, как-то сказать, шнурок, да, который вы вешаете на шею. И просто носить его дальше на шее. Чтобы, когда вам захотелось покурить, да, вы могли просто его так взять, втянуть, отпустить, и он у вас дальше на шее болтается. Честно говоря, я не уверена в проценте никотина в этой электронке, но, по-моему, он выше, чем в Эльфбаре. То есть от неё мне сносило крышу больше, чем от Эльфбара, но меньше, чем от Эшкью Ди. Что у нас далее? Далее идёт... Ну, я курила ещё микинг. Микинги мне не очень зашли. И ещё я брала эликсир. Я вам не скажу сейчас, почему микинги мне не очень зашли, помимо того, что они химозненькие. То есть в каждом вкусе я чувствую натуральную химозность. То есть если это вишня, если это ежевика, то это обязательно какой-то такой вкус с не очень хорошими ароматизаторами, скажем так, не очень качественными. Эликсир. Вот эту байду я, по-моему, даже не докурила, она всё ещё тяжёленькая. И она ещё не прогоревшая. Но я курила её просто отплёвываясь, потому что... Как бы я не любила виноград, но сакура и виноград. Это такой вкус... Извините, что она грязная, но я её просто забросила в дальний угол. И больше я ей не пользовалась. Тянется она плохо. Возможно, из-за этого наступает очень быстрое насыщение никотином. Я курю электронки не только из-за никотина, но ещё и из-за вкуса. И этот вкус мне абсолютно не понравился. Я бы ему поставила где-то троечку из десяти баллов. И посоветовала бы Эликсиру поднять цену. И использовать более качественные ароматизаторы. Не такие химозные. Тогда бы, возможно, возможно, они бы мне понравились. Далее я, пожалуй, буду обозревать Ранде Торнадо с холодным виноградом. Она клёвая. Ей накуриваешься. У неё хороший вкус. Сейчас она настолько прогорела, что чувствуется вкус винограда, который жарят. Но я её прям курила, курила и курила. Потому что холодный виноград — это прям моя любовь. И этот холодный виноград в этой электронке чувствовался гораздо лучше, чем во всех остальных. Даже лучше, чем в альфбаре. И понравилась она мне гораздо больше, чем альфбар. Особенно привлекает вот этот вот дизайн сшитых игрушечек. Тут девочка с кроликами. Кролики с девочкой. Всё красиво. Всё броско. Тут регулируется обдув на этой электроночке. То есть вы можете поставить обдув получше. Он типа послабее, посильнее. И наслаждаться вкусом, как вам больше нравится. Да. Её бы я обязательно взяла ещё раз. Далее мы подходим к You Want Pandora. К Pandora мы подошли. Не открывайте эту коробку, если вам не хочется унестись просто в какие-то дебри. Из-за того, что эта электронка очень крепкая. В ней никотина чувствуется больше, чем вкуса. Она напоминает ошкьюди. Как по вкусу, так и по содержанию никотина. Это блюбери чизкейк. Я взяла только из-за того, что заявлено было, что это чизкейк из чёрной смородины, по-моему. Или как она называется-то? Блюбери. Черника. Черничный чизкейк. Чизкейк, кстати, хорошо чувствуется. Но никотин это просто какой-то ужас. Если вы курите лёгкие электроночки с двумя процентами никотина. Пандору не берите. В Пандоре очень много никотина. Я вот сейчас втянула вот этот вот дым. И знаете, он... Мне, короче, нужна пауза немножко для того, чтобы моя голова проветрилась. Потому что сугубо после вот этого с Пандоры у меня небольшое головокружение началось. Далее мы попробуем опять Ранд-М Торнадо. Банан Айс. Банановый лёд. Правда, здесь ничего не осталось. Тут была жидкость. Она клёво светилась. Опять же, обдув. Обдув. Это очень важно. Если вы любите электронки, которые тянутся слабо, вы можете отрегулировать на этой электронке обдув послабее. Но мне нравится, когда он либо посерединке, либо когда он очень лёгкий. Потому что вкус тогда чувствуется чуть-чуть сильнее. Вот, вы можете заметить, что она прикольно светится. У неё насыщенный вкус. Хотя сейчас она напоминает уже малосольные огурчики. Ну, оно и понятно. Как бы, да? Здесь вы можете увидеть испаритель, который тут стоит. И он ещё не сжёгся. То есть, если бы тут было буквально на 2 мл побольше жидкости, её можно было бы ещё курить. На заметочку просто. Тоже очень хорошая фирма. Очень мне нравится. Далее мы перейдём к инфлейву. Странбери банана. Это инфлейв Макс. Это десертный вкус. Очень сильно десертный. Он очень сладкий. Его, если курить, то запивая водой. Потому что постоянно его курить, как я обычно курю электронки, просто невозможно. Невозможно. Очень сладко. Вот-вот, после Пандоры оно почти не ощущается. Но, по сути, оно такое десертное, что я бы его не взяла. Хотя фирма очень хорошая. То есть, у них яркие вкусы. Хотя, в основном, довольно много сладости. Если хотите что-то послабее взять, ну, типа не совсем сладкое, то это либо кокосовое мороженое, либо кокос с бананом. Хотя банан будет чувствоваться очень сильно. Либо яблоко, дыня, киви, или что там у нас. Яблоко, дыня, вишни еще есть. Вот. Что-то такое, где есть либо дыня, потому что дыня там хорошо чувствуется. Прямо она такая хрустящая, сладенькая. Но не десертная. Либо какое-нибудь мороженое. Потому что мороженое у них тоже довольно приятного сливочного вкуса. Далее у нас идет UDN Bar. Извините. UDN Bar. Вот в таких вот баночках. Я знаю, что в баночках на 7000 UDN Bar гораздо вкуснее. Хотя он и сладковатый для меня лично, да. Но в баночке на 6000 именно вот этот вкус Black Current Lemonade. То есть черная смородина и лимон. Мне он не понравился. Это баночка на 6000 затяг. Скорее всего там действительно жидкости на 6000 затяг. Но испаритель прогорает очень быстро. Вот эта вот штучка, она подвижная. То есть вы можете, в принципе, из любого положения ее курить. Но прогорает испаритель довольно быстро. И вы не сможете, даже если выберете другой вкус, который вам понравится, насладиться в полной мере объемом этой электронки. И последняя электроночка, к которой мы подходим, это Hype Watermallow. Watermallow это арбузик. Она прикольная. Тут действительно вкус арбуза, но довольно химозный. Она продается за 500 рублей у нас в магазине. Некоторое время ее курить можно. То есть в ней 1100 затяжек. Она, в принципе, вкусная. Она, в принципе, вкусная, хотя и химозная. Но химозная не настолько, чтобы прям от нее плеваться, как в эликсире. Так что, если вы хотите что-то покурить вот прям вот сутки или двое суток, смело можете ее брать. Она для этого абсолютно и совершенно подходит. На более длительное время я бы вам порекомендовала взять что-то от 4000 затяжек, потому что в них стоит хороший испаритель. Ну, испаритель гораздо лучше, чем в электронках на меньший объем. Это касается всех электронок, кроме, пожалуй, соака, потому что сок, он более качественный. Хотя цена у него, ну, примерно, примерно такая же, как и у всех остальных электронок. Давайте же, наконец, откроем наши электронки и достанем из них аккумуляторы. Опеньки. Видите ваточку? Вот эту ваточку, в эликсире, кстати, да, что странно, можно достать и промыть. Аккумулятор у нас подключен непосредственно к гнезду. То есть, чтобы его достать, вам придется его вытаскивать, выпихивать как-то. Короче, чтобы вытащить аккумулятор, нам нужно подцепить гнездо и его вытолкнуть. Так, в эликсире. Та же ситуация, но ее мы можем разобрать. Можем ощутить, что здесь осталась еще жидкость. Мы можем ее просто во что-нибудь выдавить. И у нас будет еще, как минимум, 2 мл жидкости, которую мы можем курить. Здесь у нас приплетен маленький аккумулятор. Я оторвала все провода. Можем посмотреть на испаритель. Испаритель это две пружинки. Две пружиночки, которые нагреваются. И за счет этого у вас, собственно говоря, выпаривается жидкость. Я не знаю, почему тут так сильно что-то прогорело, что я не смогла курить дальше эту прекрасную электронку. Но факт остается фактом. Она кончилась. Сейчас мы попробуем вытащить этот аккумулятор. Этот аккумулятор мы, скорее всего, ни к чему не прикрепим, потому что я его неправильно вытащила. Но, по сути, можно собрать из него какой-нибудь паровозик для детской игрушки. Детский паровозик. Потрошим большой люфт-бар. И знаете что? Знаете что? У них аккумуляторы абсолютно идентичные. Просто объем жижи вот этой вот побольше. Но вот так вот примерно оно все выглядит. Здесь видно, что оно прогорело, хотя жидкости тоже, опять же, довольно много осталось. Испаритель здесь прогорел. Мы это можем увидеть по вот этой вот ватке. И пахнет оно уже невкусно. Поэтому я даже не знаю, что с этим делать. Мы вскрыли Last Mary. У Last Mary вроде уже поинтересней. У Last Mary аккумулятор вроде как уже побольше. Да. Похож на пальчиковую батарейку. Но все равно это не пальчиковая батарейка, так что в мышку, к сожалению, без какой-то особой... Как бы это помягче выразиться. Без какой-то особой пляски мы это не поставим. В Last Mary, опять же, осталась куча жидкости, которую мы не спарили. Я не знаю, как ее спаривать, если она не... Не-не-не. Не, она уже прогорела, это точно. Я даже вам показывать не буду. Эликсир. В эликсире, кстати, выпарено все. Смотрите, в эликсире выпарено все. Тут стоит фитиль, грубо говоря, да? Пахнет невкусно. Здесь у нас что? Здесь у нас прогоревший нагреватель. Он прям серьезно прогорел. То есть ее, по сути, я парила больше всего, но я не заметила заявленного в ней объема. То есть объем тут должен был, по-моему, быть 5000, что ли, затяжек. Или что-то типа того. Я ее выкурила, по-моему, за неделю. Хотя обычно 5000 затяжек. Ну, за 5 дней я ее выкурила. Я не делаю в день по 1000 затяжек. По крайней мере, не делала. Раньше, когда я ее курила. Не знаю, почему она так быстро кончилась. Со всем остальным я даже не буду возиться, потому что... Ну, как бы, а что с ними возиться, если в них почти все одно и то же. Хотя вот одну электронку вот такого типа я бы открыла. Но там, скорее всего, стоит где-нибудь вот тут батарейка, вот тут испаритель, и вот тут вот сама ватка с жидкостью пропитанной. Я в этом фактически полностью уверена. Да, абсолютно верно. В этой электронке стоит... Стоит ватка, которая до сих пор пропитана жижей. Потом идет испаритель. Вот так вот. И ниже идет батарейка. Батарейка, к сожалению, там как-то приклеена. Испаритель, кстати, сейчас мы его проверим, тоже прогорел. То есть все испарители, которые вы курите, они прогорают раньше, чем кончается жидкость. Из-за этого у вас максимальное количество затяжек, которые заявляет производитель, не выкуриваются. То есть, грубо говоря, в электроночке на 2000 затяжек вы скуриваете то ли 1500, то ли 1800. То есть у вас остается 200 затяжек, которые вы вполне себе спокойно могли скурить, но не скурили из-за того, что прогорел дешевый испаритель. Вот и все. Вот и вся проблема, вот и вся причина. Мы проверили эти электроночки, мы их разобрали, не все, конечно, но те, которые смогли, видео и так получается слишком длинным. За это я прошу от вас только лайк. И если можно, еще подписочку. Если нельзя, ну хотя бы лайк поставьте. Потому что я старалась, я их разбирала. Я их складировала, я их записывала для того, чтобы рассказать о них вам. Также вы можете подписаться на мой ИТГ-канал. Телеги, да. Телеги, мы там много чего обсуждаем. Я рассказываю, что у меня произошло за день. Что мне перепало на работе. И все прочее, прочее. Пожалуйста, заходите, общайтесь. Это будет очень здорово. Это будет очень весело. По крайней мере для меня. Я люблю общаться. Вот. Заходите также на мой бусте. У меня там клипы будут. Уже есть песни все, которые я записала. И некоторое интересное количество картиночек, связанных с хинтайм, которые я лично нарисовала. Вот. На этом я попрощаюсь с вами. Закончу это видео. Всем спасибо за просмотр. Мне было очень приятно то, что вы посмотрели. Всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока! Пока!